Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодня мы поговорим о кресте Братских войн или Племенных войн. Ну и давайте узнаем, что это вообще на самом деле такое. Дело в том, что финны принимали участие в боевых действиях 1818-1922 годов на территории Русской Карелии, Ингермоландии, Оланца и Эстонии. Ну, надо быть справедливым. Действительно, финны вторгались на территорию России, но в 1918 году и петроградские рабочие, и, по крайней мере, добровольцы, они тоже принимали участие в боевых действиях против Финляндии. Для лучшего понимания ситуации давайте создадим несколько образов. Итак, перед нами пьексы, национальная обувь карельского народа. А это кепи финской армии. В 1918-1919 годах финские добровольцы перешли границу с Россией, и попытались занять Восточную Карелию. Особенно заметными событиями были так называемые Оланецкие походы. В Карелии создавались независимые временные правительства. Навесла угроза даже над Петрозаводском. Однако, рабочая крестьянская Красная Армия выбыла десантными операциями финские части. Ситуация повторилась в 1921-1922 годах. Теперь у карелов появилось правительство в городке Ухта. Но оно просуществовало недолго, несмотря на поддержку Финляндии. Финские добровольцы в дальнейшем будут награждены крестом племенных войн. 27 февраля 1938 года, в 20-й годовщине начала войн наций или племенных войн, Финский союз соплеменных воинов принял решение об учреждении памятного креста. Памятный крест племенных войн – это наградной знак, вручавшийся как финским освободителям соплеменных народов, так и их братьям по оружию из числа самих этих народов. В эстонской освободительной войне, в походе в Кольскую Лапландию, в Беломорских, Оланецких, Ингерманландских боях, а также участникам Финского союза соплеменных войнов. Эскиз бронзового памятного креста был выполнен руководителем Финского союза соплеменных войнов, егерским подполковником Эра Куусари. На оборотной стороне креста указаны годы начала и окончания периода соплеменных войн – 1918-1922 годы. И расположено шесть розеток, символизирующих шесть основных направлений этих войн – Эстонию, Ингрию, Оланец, Беломорье, Восточную Карелию и Петсаму. На ленте использованы цвета Карелии – красный, черный и зеленый. Это цвета флага, придуманного финским художником Акселе Галенкалила. Медведь – классический символ финно-угорских народов. Число мечей, закрепленных на ленте, указывает на число воин, в которых принимал участие награжденный. Кресты вручались на основании запроса, подкрепленного доказательствами участия заявителей в соплеменных войнах. Памятные кресты получили в том числе и проживавшие в Финляндии или в Эстонии гермоланские финны и восточные Карелы – участники боев соплеменных войн, которые ранее не могли быть награждены медалями в память Оланецкого похода и в память Карельского восстания, поскольку не являлись гражданами Финляндии. Памятные кресты получили в том числе и проживавшие в Финляндии или в Эстонии гермоланские финны и восточные Карелы – участники боев соплеменных войн, которые ранее не могли быть награждены медалями в память Оланецкого похода и в память Карельского восстания, поскольку не являлись гражданами Финляндии. 7 октября 1938 года президент Финляндской республики Кеорсти Калио разрешил награжденным, состоящим на службе в Убранительном ведомстве страны, носить полученную им награду на военной форме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...